Всем привет, дорогие друзья! Коротко представлюсь. Я не про нетворкинг и не про мотивацию, а вот я про это. Надо в другую сторону листать. Коротко представлюсь. В трех апостасях я выступаю. Во-первых, кто-то, может быть, слышал о компании, большая четверка, аудиторские компании. Кто слышал? Есть такие? PWC, Янки, PMG, Deloitte. Один человек, видимо, тот, кто был один, который кричал тогда у тебя. В общем, есть большие четыре мировые компании консалтинговых во всем мире. Четыре крупных. Я работал в трех из них. Работал директором по аудиту, являясь топ-8 аудиторов России, топ-40 финансистов Татарстана. Здесь могу, если у кого-то будут вопросы по вашей модели, а, кстати, у кого уже есть, можно тоже посмотреть, у кого есть уже свои стартапы. Кто здесь со своими идеями, со своими стартапами, предпринимателей, короче, много. Хорошо, для вас фабрика предпринимательства – это старт, для того, чтобы, если вы думаете об этом, для того, чтобы туда пойти. Во вторую очередь, я бизнес-тренер, наставник. У меня есть своя консалтинговая компания. Работаю с 2003 года как в частной практике. Кому-то тоже, если это будет интересно, подходите в перерывах, поделюсь опытом. Ну и также, являясь… Кто-то слышал? Айронмен, может быть, слышали? Триатлон. Вот, уже больше. О, триатлон больше. Я единственный в Татарстане 11-кратный айронмен, кто сделал 11 раз 4 километра плавания, 180 километров велосипед, 42 километра бег. Из них единственный и пятый в России, кто сделал 5 раз 5 дней подряд, то есть каждый день по айронмену. Единственный ультрамен Татарстана. Пожалуйста, поаплодировать можно. Спасибо, тут сзади поддержка. Спасибо. И здесь я могу и полезен с точки зрения личного вызова, мотивации для того, чтобы двигаться вперед. И небольшой микс из бурной жизни я для вас в это небольшое время хотел представить. Но для начала, небольшая история. Вот мне молодые люди иногда приходят и говорят, Михаил, что нужно, какой базовый навык мне нужно иметь для того, чтобы стать предпринимателем, для того, чтобы, в принципе, добиться успеха. Я говорю, ничего такого особенного, кроме толерантности к страху. Ну вот, с точки зрения неопределенности и факторов того, что я что-то потеряю, предпринимательство максимально близко к этому. Я привожу небольшую историю из своей личной жизни, которая иллюстрирует вообще понятие «фактор страха». Кто вообще был в Сочи когда-то? Были в Сочи? О, ничего себе. Слушай, я в вашем возрасте не был в Сочи. Вам повезло. Кто был? Там есть скайпарк, где прыгают люди с Тарзанки. О, еще тоже есть люди. Очень круто. Спортивные ребята. Я там никогда не был. Ну, до того момента, когда вот на фотографии. Я об этом ничего не слышал. И мы отмечали Новый год с компанией «Друзей». Мне друг подходит и говорит, вот есть скайпарк, там прыгают люди с Тарзанки. Я говорю, ну и что? То есть там у них что? Совсем мозгов нет, что ли? В возрастном возрасте прыгать с Тарзанки. Какой в этом смысл? Он говорит, да нет, ты не понимаешь. Это испытать себя, это фактор страха. Только представь, он мне говорит. Только представь, ты стоишь на перекладине такой, и у тебя бездна под ногами, и ты прыгаешь. Я представил. Я сказал, ах ты гад, говорю. Я потому что представил, в этот момент представляете, я смотрю, что я стою, мне надо прыгнуть, и у меня сковывает страх. Физически я давно такого не испытывал. Прямо на уровне физики у меня учащенное сердцебиение. Я думаю, что же там со мной сделал паразит такой. То есть ты мне привил чувство страха. Я говорю, и что ты собираешься делать? Он говорит, я завтра поеду и прыгну, говорит он мне. И он так на меня смотрит, говорит, а если тебе слабо, то ты поезжай вместе со мной и понаблюдай, как я это сделаю. Говорю, ну ладно, думаю, ладно, ложусь спать, а не могу заснуть. Я закрываю глаза, я представляю вот это чувство страха, что ты внеизведное должен сделать этот шаг. Мне очень страшно. На утро я просыпаюсь с решением. Я должен поехать с ним, я должен доказать в первую очередь себе, что я могу пойти на этот страх. Еду в машине, в голове две мысли. То есть если я не прыгну, то у меня получается, знаете, как с бизнесом бывает, что иногда страшнее не прогореть, а иногда страшнее не сделать этот шаг. Я думаю, ну надо прыгнуть ради моего бизнеса, ради того, чтобы где-то получить успех в будущем. А вторая мысль, ах ты гад, думаю я про своего друга. Что же со мной сделал? Ты мне привил чувство страха. Приезжаем. У меня фокусное мышление, то есть у меня дрожат коленки, я учащен на сердцебиении, я ничего не вижу. Я подхожу к кассу, говорю, мне билет на эти прыжки, они мне называют цену, ребят. Это вообще цена там бесчеловечная. Чтобы вы понимали, это стоит не такие… Я думал, это вообще дешево, что там прыгнуть, прыгнуть человека там. Ну нет, я думаю, ну ладно, раз решил, надо брать. Я беру билеты, тоже никого ничего не смотрю, уже друга потерялось фокуса внимания, подхожу там, где прыгают. А, кстати, кто прыгал, вот из тех, кто поднимал, кто-то прыгал, есть такие, отлично. Вот, и вы вспомните, наверное, там вообще самое страшное туда дойти. Вот кто там не был, там такая, знаете, мост такой навесной, и ты идешь, он трясется, то есть в принципе уже ощущения, за бесплатно, кстати, ощущения уже не из приятных. И доходишь до этого места, где тебе надо прыгнуть, а там, знаете, как в кабинете стоматолога, такое кресло, тебя сажают, ноги кверху, что-то начинают с тобой делать. Я к нему подхожу, к этому креслу, смотрю, друг, я говорю, ты как? Уже прыгнул? Говорит, нет. Говорит, билет это взял? Говорит, да нет, нет, я сейчас понаблюдаю, говорит, сейчас я посмотрю, там, что будет происходить. Ну, сейчас попозже куплю, говорит, ну ладно. Мне уже терять нечего, я сажусь в это кресло, ноги, соответственно, выше головы, мне начинают их завязывать. Ну, я не вижу, вижу только, что мне что-то с ними делают. И парень такой из-за этих ног выглядывает, говорит, а вас как, Михаил, скинуть? По жесткой схеме или по мягкой? Во-первых, мне не понравилось слово скинуть. То есть, как бы у меня не было это в планах. Я говорю, я не знаю, что это значит жесткое, но меня по мягкой, я и так как бы уже седой и лысый, мне, знаете, как бы уже терять нечего, но по мягкой, чтобы у этого не было. Я говорю, ну, интересно самому. Я говорю, а по жесткой это как? Говорит, ну, по жесткой. Вот в прошлый раз мы прям парня скидывали, ну, мне не понравилось это слово, опять это скидывали. Скидывали парня молодого, ну, вот он захотел по жесткой, вот, в общем, подошел он к этой ступеньке, сделал шаг, уже туда практически провалился, и мы ему кричим, стой, веревку забыли привязать. И он улетел, говорит. Ну, подняли, естественно, седого, как и рассчитывали, седого молодого парня. Что же вы, гады, сделали в него, единственное? Я говорю, все, спокойно, мне не надо, я седую и так, мне не надо по жесткой, по мягкой. И дальше они подводят, тоже, конечно, то еще издевательство, у тебя ноги связаны, тебе нужно дойти вот до этого подмозка, там не видно, но это полтора на полтора метра, это то еще удовольствие, то есть ты идешь, как пингвин, подходишь к этой штуке, выходишь, тебе встречный ветер, в принципе, уже упасть можно от одного этого ветра. Вот ты идешь, встаешь, тебе расправляют руки, как в Титанике, и инструктор говорит, у тебя есть шанс прыгнуть, я тебя считаю, 5-4-3-2-1, если ты не прыгнул. Еще геометрическая прогрессия, в геометрической прогрессии происходит что? Не прыгают люди, все, от страха, страх превозносен. Говорит, даже был парень, который сидел полчаса, он говорит, у меня заплачено, меня не трогайте, они говорят, мы не имеем права, ну, действительно заплачено, мы ему говорим, ну, может, ты сюда все-таки уже, все, уже будешь, нет, у меня заплачено, я все-таки еще думаю прыгнуть. Нет, так и не прыгнул, я говорю, геометрическая прогрессия. Хорошо, говорю, что делать? Руки расправляют, считают, 5-4-3-2-1, у меня колотит от страха все, все тело. Я делаю штак, и как думаете, что происходит в следующую секунду? Что-то? Назад, назад никто не отходит. От страха, да? Чувство страха отпустило сразу, мгновенно, то есть ощущение, что уже, даже в полете, ощущение, что все хорошо, уже под контролем. Я, правда, не знал, что, оказывается, эта резинка, и для тех, кто не прыгал, будьте готовы, что ты приземляешься, тебя подбрасывают, и ты еще несколько раз вот так летишь. В общем, это было неожиданно, но уже было не так страшно. И когда меня поднимали, у меня мысль первая, которая пришла в голову, неожиданная. Там рядом есть, ну, 207 метров мы прыгали, и, кстати, там нифига не 207 метров, потому что, если ты смотришь, там несколько километров, там просто какая-то пропасть. А рядом скидывают людей с 69 метров. Первая мысль неожиданная, я говорю, там это на Дувалово. Ну, люди дурят, потому что самое страшное, ну, 69 или 207, это доля секунды разница. А то, что самое страшное, это что? Это шаг сделать. Что там страшно, тут и страшно. Это первая мысль. А вторая мысль была вот про принимательство. Я понял вдруг для себя, что у меня в жизни происходит то же самое. У меня есть вещи, которые для меня логически, чисто ментально и интуитивно, они страшны. Ну, там, открыть новое направление в бизнесе, переехать в другой город, вложиться в недвижимость. То есть у меня какие-то были бизнесовые вещи, которые я для себя говорил, мне страшно, потому что там зона дискомфорта. И только в момент, когда я прошел через этот этап, я понял, что мне надо идти туда, где страшно. И этому есть исследование. Вот если вы хотите узнать, как развивается человек, как развивается личность, три критерия, которые должны быть. Первое. Вы должны понимать свои сильные и слабые стороны, где вы сейчас, точка А. Второе. Вы должны найти поддержку. Говорят, что без этого сложно. Говорят, что среда определяет успех во многом. И фабрика предпринимательства тому пример. Находясь там, вы уже можете вырасти. И третье. Это наличие вызова. А в вызове всегда есть чувство страха. И вот про чувства, знаете, я потом прочитал другое исследование, которое достаточно интересно. Вот здесь есть такой провокационный вопрос. Как вам кажется, что побеждает в жизни? Разум или чувство? Кто за разум? Кто топит? Что логика, знание, опыт, диплом побеждает? Красно. Отлично. А кто думает, что эмоции, чувства побеждают? Отлично. Ну где-то чуть-чуть, может быть, больше чувств. Я могу сказать, я прочитал исследование, в котором говорят, что люди добиваются успеха не благодаря, ну в том числе, да, но не благодаря там тем, что они знают много, тем, что они опытны, тем, что у них есть классный диплом из классного вуза. Это вам очень сильно поможет, но не сильно рассчитываете, что еще есть должны быть какие-то навыки. И в этом исследовании говорят, 75% зависит от эмоционального интеллекта. А это про что? Это уметь чувствовать себя, знать свои чувства, разделять их, в том числе управлять своими чувствами, чувством страха в первую очередь. Если я знаю себя, управляю собой, я могу понимать другого человека и управлять другим человеком. И в жизни вы, может быть, замечали, что есть студенты, которые учатся, не знаю, хорошо, а в жизни могут не преуспевать. Есть этому пример бытовой. Вот я несколько лет назад приходил в аптеку, покупал лекарства от головной боли. Я говорю, что у вас есть? Мне говорят, ну вот есть разные лекарства, и среди прочих мне дали, знаете, такой норофен, слышали? Ну, я говорю, вот я тоже слышал, я говорю, его возьму. Все, беру лекарства, вечером у меня встреча с директором по маркетингу в фармкомпании. Они лекарствами торгуют. И я раскладываю там свои личные предметы, достаю среди прочих норофены. Кладу на стол, он смеется, говорит, вот ты и попался. Я говорю, в смысле? Ну, а ты знаешь, что ты купил норофен? Я говорю, конечно, знаю. Вот норофен написано. А ты знаешь, ну, сколько он стоит, у меня спрашивает. Ну, тогда это стоило 300 рублей. Ну, все кто знает. Он смеется, а ты знаешь, что есть ибупрофен? Кто знает, что есть ибупрофен? О, да вы что? А я не знал. Я говорю, я не знаю. Ну, и что, что есть? Он говорит, а он стоит 30. Я говорю, ну и что? А ты знаешь, что они одинаковые? Ну, то есть, эффект их одинаковые абсолютно. Я говорю, в смысле одинаковые? Ты хочешь сказать, что за 300 рублей я купил то же самое, что мог за 30 рублей купить? Говорит, да. Я говорю, тебе не верю. Там есть какая-то разница. Говорит, разница есть, но это не в активном компоненте. То есть оказывается, в лекарствах есть такое понятие «активный компонент», то, что реально работает, то, что приносит результат. Говорит, разница есть, но не в активном компоненте. А в чем? Вот слово «бренд», да, есть такое понятие. Это то, что они сделали, чтобы стоило дороже. Упаковка, реклама, ибупрофен, кто видел рекламу? Я не видел. И то, что они делают с теми, кто выписывает эти лекарства. Они приходят к врачам и говорят, расскажи, когда будет у человека головная боль. Скажи ему нарофен. Ну, ты клятву Гиппократа не предашь. Тебе же никто не сказан, что ты должен обязательно какое-то лекарство говорить. Не предашь. Но если ты скажешь, мы тебя в Турцию отправим на конференцию. Или еще им какие-нибудь плюшки дадим, или опубликуем тебя где-нибудь в каких-то вещах. И тогда мы мотивируем, то есть люди замотивированы. Это как раз говорит о том, что я говорю, слушай, так это же не про лекарства. Это не про лекарства, это про бизнес, это вообще про жизнь. То есть бывает так в вашей жизни, что ты пашешь, работаешь эффективно, трудишься, получаешь, условно говоря, результат, как ибупрофен, а стоишь ты, как ибупрофен. Вот в жизни важно понять, что ты можешь быть классным и крутым, но тебе надо что-то делать, что не делает ибупрофен. Мой вам напутствие, не будьте ибупрофенами, а это что-то из коммуникации, из общения с другими людьми. Чем дальше, тем больше эта тема будет развита. Кто слышал слово вука? Вука-мир. Классный остров прямо, видимо, вам кто-то один говорил. Не вука-вука, еще раз, да? Не вука-вука, а вука-мир. Это про что? Раньше говорили, что слово вука – это характеристика военных действий. То есть что происходит во время военных действий? Первое – это высокая нестабильность ситуации. Сегодня ты знаешь, что у тебя, завтра уже не знаешь. Сегодня твоя высота, завтра она не твоя. Второе – это неопределенность. Ты вообще не понимаешь, как планировать, что должно произойти. Разные факторы неожиданные могут случиться, которые поменяют эту математическую модель, твое представление о будущем. Сложность. Очень сложно жить в условиях войны. Ну и неоднозначность. То есть друзья могут стать врагами, союзники могут предать и так далее. Вот когда бизнесмены посмотрели на это название, сказали, слушайте, какая-то война. Ну какая-то война. Это наша жизнь. Мы все живем сейчас в ситуации вука-мир. Вот раньше, если человек учился на инженера, там 80-е годы и раньше, какова вероятность, что он станет инженером? 100%. Даже распределение раньше такое было понятие. Какова вероятность, что сейчас, отучившись вы на свою специализацию, будете всю жизнь по этой специализации работать? Маленькая. И она еще в том числе, потому что требования меняются. И, скорее всего, тенденция такая, что 2-3 высших образования у людей прогнозируется. Вам уже может не хватать того образования, которое вы получаете, потому что микс профессий, микс знаний, и в предпринимательстве это очень сильно чувствуется. Мы должны межзнания дать, межобластные знания. Неопределенно сейчас… Вы знаете такое слово «стратегия» в бизнесе есть такое? Раньше планировали мы на 5 лет, а сейчас, как думаете, сколько можно планировать? Месяц. Ну, говорят, 3 месяца операционный цикл, год, не более. То есть очень сложно делать какие-то прогнозы. И это усложняется и закручивается тенденциями. Сейчас есть несколько трендов, я буквально расскажу. Вы все об этом знаете. Цифровизация – это про что? Это про то, что мы все уходим в цифру. Все проходит в цифре. И сейчас, например, вы знаете, почему Apple компания… Apple. У кого-то есть Apple вообще продукция? Или Samsung? Есть такие, да? Почему эти компании стоят дороже «Газпрома»? Кто задумывался? Нет, не только «Бренд». Бренд… Что еще раз? Технологии? Да, но если… От текущей оценки активов «Газпрома» гораздо больше. У Apple, как вы знаете, думаете, есть производство? У них даже производства нет. Станков нет, представляете? А что у них есть? Изобретения, патенты и люди, ну и здания там офисные. По факту, если взять просто по чесноку и сложить активы «Газпрома» и активы Apple, Apple проиграет в разы. У «Газпрома» с точки зрения капитализации выше. Но почему стоит Apple в разы дороже Apple? Вот чтобы не гадать, я вам просто скажу. Доступ к информации. Что знает о вас Apple? Все. Он знает, где вы сейчас находитесь. Он знает, что вы сейчас говорите. Записывает в активном доступе камера. Даже были эксперименты. Таргетирована реклама сейчас настраивается. Ты говоришь «баня, баня, баня, баня». Если кто-то заплатил за баню, то у вас, скорее всего, попадутся статьи или реклама про баню. Знаете этот момент, да? Что еще знает о вас Apple? Он знает теперь встроенные покупки. Он знает, что вы покупаете, если вы плачиваете через Apple. Он знает про вас почти все. И самое дорогое сейчас в нашем мире, говорят, нефть 21 века, это что? Информация. И, к сожалению, «Газпром» не обладает информацией. «Газпром» обладает ресурсами. А это ценность прошлого века. Второй момент. Это про роботизацию. Я думаю, все вы знаете. Здесь же большинство из IT, правильно, сферы. Что сейчас уже заменила машина? Кого? Телефонисток многих за меня. Я знаю, колл-центры уже перестраиваются на роботов. С точки зрения конвейеров я был в автопроизводителе. На автопроизводителе 70% всего сборочного цикла автомобилей. 70% роботы. То есть они там стоят, варят, красят, по конвейеру пускают. То есть такие вещи уже мы видим. И тенденция такова, что ваш чайник может быть умнее вас в каких-то моментах. Демографические изменения. Вы знаете, что происходит с малыми городами? Они исчезают потихоньку. Есть футуристы, которые говорят, что наша жизнь – это в больших городах. И говорят, что через 30 лет их будет 300 на планете Земля. 300. Это означает, что мы куда-нибудь объединимся тоже. Есть вероятность большая. А это про то, что мы будем сконцентрированы на очень маленьком отрезке географическом. Это будет очень сильно менять и демографию, и то, как мы живем. Но и другие факторы, о которых я хотел бы быстро проговорить. Про глобализацию понятно. Про плоский мир, экологизация, экология. Про экологию. Что мы про экологию знаем? Сейчас все будут помешаны. У кого, кстати, стартапы были связаны с экологическими вещами? Кто у нас? Есть, да? Это тренд. Сейчас вы знаете, 18-летняя, там, или сколько ей, 19 лет, в ООНе девушка. Что говорит? Ее все слушают, да? Она говорит, что вы нам испортили планету, гады. Про взрослых. Окей. И самое главное, что вам надо помнить, и что, скорее всего, вы создадите нам конкуренцию только за счет этого. Это скорость. Вот чем поколение ваше отличается от нашего? Это скорость принятия решений, скорость обучаемости. И это вот вообще все, что связано с скоростью, цифрой и так далее. Если вы найдете, как это монетизировать, вы будете всегда на успехе. Информация и скорость гарантируют вам успех в 21 веке. Однозначно. Но чего не будет и чего будет? Это про профессии. Я это пропущу. И просто один маленький для вас кадр. Это прогноз футурологов. Это то, что нас ждет в будущем. Это те компетенции, которыми вы должны обладать… Почему-то у меня в своей жизни живет. Те компетенции, которыми вы должны обладать, чтобы быть успешными в сегодняшнем мире. Вот небольшой треугольник. В основании это что-то связанное с охватательными вещами. Вы знаете, что Amazon? Amazon знаете, да? Они автоматизировали склад. То есть там практически склад, в котором нет людей. Все делают роботы, все делают машины. Берут с полки, с нужной полки товары. Отгружают, сами формируют заказы. И это уже работает. И вообще футурологи говорят, что в следующем поколении будут люди нужны. Только, знаете, будет нужен на складе только человек и собака. Человек нужен зачем? Чтобы кормить собаку. А собака нужна зачем? Чтобы отгонять человека от умной машины. Чтобы он там ничего не поломал, не дай бог, в этой машине. Вот это уже мы наблюдаем. Поэтому все, что связано с рутинными операциями, с рутинными профессиями, это потихоньку отмирает уже. Если вы там, задумайтесь. Шаг вперед. Второе, это с точки зрения познания мира. Уже есть машин лернинг, уже есть механизмы, которые помогают машине обучаться. И мы уже видим этому примеру, как машины уже начинают взаимодействовать с человеком. Вот эти роботы, как они разговаривают с человеком и так далее. Заменяются, вот я говорил, колл-центры, заменяются везде, где нужна коммуникация с точки зрения получения знаний. Герман Греф на Сбербанке выступал перед студентами. Он спросил, юристов спросил, кто из вас занимается нейросетями? Юристов. И там практически никто не поднял руку. Кто из вас, кстати, нейросетями занимается? Есть такие? Ой, единицы. Он сказал, юристы без нейросетей, вы мне не нужны. Через 10 лет вы нам не нужны. То есть запомните. Нам не нужны юристы, потому что у нас все это делает программа. У нас все, что касается знаний, делает программа. А что никогда не заменит вас? Какие навыки? Ну, по крайней мере, пока. Все, что связано с творчеством, все, что связано с созданием нового, все, что связано с отношением с другими людьми. А это, по сути, есть экзистенция, смысл предпринимательства. Все это есть в предпринимательстве. Если вы задумываетесь об этом, то, скорее всего, у вас ждет успех. И для того, чтобы там прогрессировать, есть такое исследование. Исследование сделали британские ученые, кстати, к слову сказать. Они исследовали порядка 3000 предпринимателей и сказали, спросили один-единственный вопрос, есть у тебя наставник или нет. Первое. И смотрели, отслеживали с точки зрения эффективности развития этих предпринимателей. Те, у кого есть наставники, и те, у кого нет наставников. Как думаете, кто победил? У кого есть. Как думаете, на сколько процентов они стали эффективнее? 40 процентов. Ну да, там 20, 30, 40 процентов где-то в среднем. Представляете? То есть, получая наставника, вы получаете возможность расти быстрее. Фабрика для этого и создается. Фабрика создается для акселерации. Если у вас есть сомнения, у вас есть какие-то идеи, если у вас нет идеи, но есть желание, вы можете прийти и обрести круг наставников. Я, кстати, делаю похожее упражнение. Кто знает колесо баланса, упражнение такое? Кто не знает, загуглите, посмотрите. Это вот наподобие этого колеса. И, кстати, кто знает, что завтра будет по колесу баланса у нас форум в Казани? Кто слышал? О, завтра мы вас приглашаем. Где у нас проходит? В Корстене. Во сколько? Во сколько? 12 часов. Запишитесь, это бесплатно, и вы услышите много интересного с точки зрения бизнеса от полезных наставников. Ну и последнее. Про степень важности, вот в жизни так получается, это последняя моя мысль, в жизни так получается, что вот все, что важно, то и работает. Вот кто хочет предпринимателям в принципе, кто думает об этом? Ага, треть. А что остальные-то сюда пришли? Заставили? Треть. Степень важности – это зачетка, да? Вот если кто-то хочет или хочет себя попробовать в этой части, да неважно, предпринимателям или нет, раз есть всего треть, кто хочет это делать. Я могу сказать. Вот у меня был пример. Я очень давно хотел читать, кстати, кто читает каждый день для себя, не по учебе, а вот для себя, какую-то литературу развивающуюся, классно. Я вот хотел каждый день читать, но мне постоянно что-то этому мешало. То много работы, то устал, то лень было, то еще что-то. В общем, не читал я каждый день, я думаю, что-то с этим надо делать, какая-то фигня происходит в моей жизни. Я думаю, ну, наверное, надо повысить степень важности. Я говорю, хорошо, давайте мы соберемся командой, мы собрали 10 человек, я говорю, давайте договоримся, что каждый из нас будет читать каждый день, и мы будем выкладывать отчеты прочитанным в общий чат. Вот по 10-15 страниц в любом виде, в любом виде, там одна цитата, одна мысль и так далее, прочитанным. Договорились. Как вы думаете, работало? Нет. Вы говорили, степень важности надо повысить. Что мы сделали? Ввели, да, ввели систему штрафов. Мы говорим, 5000 рублей, если я не скинул отчет. Как вы думаете, эффективность повысилась? В разы повысилась. Я могу сказать, за три года я заплатил 6000 за этот год. Но это шло на покупку книг, то есть невыброшенные деньги. Но тем не менее, 6000. Первые 5000, когда я заплатил? Какой период? Первые две недели. Вы меня вообще не верите, да? Но в первый месяц. Первый месяц я заплатил 5000, а последнюю, шестую тысячу я отдал, просто заснул за книгой. Там полдвенадцатого сел читать, полперого проснулся. Вот, было обидно. Но это к чему? Когда есть степень важности, получается гораздо быстрее. Находите ее для себя в своей жизни. Находите, что будет фактором, когда вам легче сделать, чем не сделать. А для тех, кому интересно развиваться, для тех, кому вообще степень важности с точки зрения себя прокачать, с своей точки зрения личной грамотности, мы для вас подготовили приз и подарок. То есть для вас есть бонус. Это тема платная, но для вашей аудитории мы сделали бесплатно. Кому интересна тема личных финансов? Есть такие люди? Прокачаться с точки зрения правильного управления деньгами. Нас действительно никто не учил управлять деньгами. Вот здесь вы можете перейти по ссылке в этот бот, и там будут пять структурированных уроков, пять вещей, которые вам надо знать по личным финансам, чтобы прокачаться. Это нам… Господи. Это наш подарок вам, чтобы любые становились лучше. А у меня все. Спасибо за внимание. Михаил, спасибо. Спасибо. Спасибо.